За ходом общероссийского голосования следили почти 10,5 тысяч общественных наблюдателей. К организации независимого мониторинга в области подошли с особым вниманием. Заявки в общественную палату региона поступили еще в марте, как от простых граждан, так и от НКО и политических партий. Их методическую и правовую подготовку вели 55 опытных координаторов. На видеосвязи с Дмитрием Мазаровым подводят предварительные итоги. Голосование проходит без особых замечаний. Нагрузка на наблюдателей в этот особый период двойная. Контролировать не только прозрачность процедуры, но и соблюдение мер санитарной безопасности. Организация на высоком уровне. Члены журналистов комиссии научно на такой степени работают четко и качественно, что придраться не к чему. И вот у нас есть два стандарта, по которым мы работаем на будни и вот сейчас день голосования. Все отмечается, каждый шаг, каждый шаг. За процедурой тщательно следит общественный штаб. По контролю за голосованием удалось выявить порядка 30 случаев откровенных вбросов и фейковой информации. Живой пример из поселка Новосемейкино. Женщину якобы принудили проголосовать на дому за своих детей. Проверка не выявила ни одного факта реального нарушения. Я сегодня с выездом на место определил, что проголосовали на дому, проголосовал там отец, на участковую комиссию выходила сама там, с дочкой его жена проголосовала. А две графы дочерей, они до сих пор сегодня еще пустые, не проголосовали. Дмитрий Азаров поблагодарил наблюдателей за активную работу по общественному контролю. Глава региона подчеркнул, от их работы зависит не только легитимность общероссийского голосования, но и потенциал доверия между властью и обществом. Почему так важно, чтобы большое количество людей приняли участие в том числе в этом общероссийском голосовании? Потому что когда мы вместе вырабатываем принципы, законы, по которым живет наше государство, все общество, каждый из нас, то и исполнение таких законов, конечно, более высокое, потому что принимает их народ. По итогам голосования общественники и наблюдатели планируют провести масштабную дискуссию. Сергей Павлов, Новости губернии.